Итак, сегодня мы с вами будем устанавливать на блог вот такие кнопочки. Это кнопочки с ресурса share42.com. Вот здесь, на этом ресурсе, мы эти кнопочки с вами будем собирать. Устанавливать мы эти кнопки будем вот на этот блог. Вот есть у меня такой блог по бизнесу. Здесь у меня не установлены кнопочки поделиться от социальных сетей. Сначала я ставила здесь кнопки от плюса. Это очень симпатичные, очень хорошие кнопочки. Но у них есть такой большой минус. После обновления версии WordPress или после обновления шаблона, они очень часто слетают. И поэтому приходится их устанавливать заново. После того, как я вот на этом своем рыжем блоге установила кнопочки share42, после обновления версии, после обновления шаблона, кнопочки эти у меня стоят очень устойчиво. Поэтому я предлагаю вам установить эти кнопочки на свой блог. Здесь у этих кнопочек есть очень большой плюс, который заключается в том, что они постоянно находятся при любой открытой странице рядом с вашим посетителем. Вот посмотрите, если я буду прокручивать даже главную страницу, то, пожалуйста, на главной странице они стоят устойчиво рядом. Здесь мы можем с вами зайти на любую из статей. И, как видите, эти кнопочки стоят здесь, рядышком с этой статьей. Обратите внимание еще на что. У этих кнопочек есть возможность подписаться, установленная кнопочка подписаться на РСС вашего сайта. То есть, я сейчас на нее кликну, то мы с вами в отдельном окне увидим подписку на РСС моего сайта. Дальше, обратите внимание, не туда зашла, еще на то, что здесь есть кнопочка вверх. Вот если я сейчас опущусь до самого низа своего блога, то вот нажав на эту кнопочку, видите, очень быстро идет возврат. То есть, дополнительный плагин, поднятие посетителей вашего, возвращение вашего посетителя к началу сайта устанавливать не надо. Итак, давайте приступим. С чего мы с вами начинаем? Мы заходим вот на этот ресурс, Share42, и сначала выбираем размеры кнопочек. Есть кнопочки 32 на 32, это вот, как видите, они здесь увеличились сразу, большие кнопочки. Есть очень маленькие кнопочки 16 на 16. Есть кнопочки 24 на 24. Вот такие кнопочки у меня установлены вот здесь на рыжем блоге. Итак, теперь наша задача выбрать кнопочки. Посмотрите, вот здесь социальные сервисы уже установлены, показаны вот здесь, вы можете их выбирать с этого поля, а на втором поле, где написано прочие, показаны кнопочки RSS и кнопочка наверх. Вы можете перетащить кнопочки, те, которые вам интересны. Ну, вот, например, я всегда ставлю кнопочку Facebook, я всегда ставлю кнопочку Google+, вот она, эта кнопка Google+. Я вот в таком порядке обычно устанавливаю Twitter обязательный, ВКонтакте, так, где-то вот у нас ВКонтакте, вот она кнопочка, за Твиттером ставим. Ну, еще очень любят делиться у нас с одноклассниками. Здесь где-то у нас одноклассники были, вот они, одноклассники. Ну, вот такое, вот в таком порядке. Такое количество кнопочек вполне достаточно. Но прежде чем с этими кнопочками, то есть их фиксировать, эти кнопочки, вы можете сделать следующее. Вы можете, должны вернее, выделить эти кнопочки вот таким образом. То есть на каждую кнопочку нужно обязательно вот так вот ее выделить. Вы также можете выделить, например, кнопочку дополнительную здесь, не устанавливая сюда. Но я обычно устанавливаю для того, чтобы видеть, в каком порядке, и как они у меня будут здесь стоять. Дальше я сохраняю конфигурацию этих кнопок. Нажимаю вот на эту ссылку и ввожу здесь свой домен. Тот домен, ну, или какой-то знак вы вводите, то есть какое-то название, вот данной конфигурации кнопок. Я обычно завожу домен. Пишу «Сохранить». И у меня появляется вот такая ссылка «Сохранено». А здесь вот эта ссылочка моего блога, она вот здесь появилась. Дальше я выбираю тип панели с кнопками. Можно поставить, установить горизонтальную панель, но обычно ставят вертикальную плавающую, потому что она очень устойчиво стоит на экране при любом передвижении вашего сайта на экране компьютера вашего. Дальше мы можем ограничить видимое количество кнопок, например, семью кнопочками. В этом случае нам нужно будет вот здесь поставить значок. Тогда у нас с вами будет отображаться только семь кнопочек. И если у нас кнопочек будет больше, то вот здесь у нас появится вот такой треугольничек, который покажет все те дополнительные кнопочки, которые вы выбрали. Я всего выбрала семь иконок, мне ограничивать больше не надо ничего. Дальше. Если вы здесь кодировку вашего сайта выбираете, обычно это UTF-8, но обратите внимание, посмотрите, какая у вас кодировка сайта. Можете добавить иконку Шейра-42. Значит, если вы установите, вот здесь поставите галочку, то у вас здесь будет иконочка еще Шейра-42. Теперь, если у вас есть RSS-лента, то есть установлена, оформлена RSS-лента для вашего блога, то вы вот здесь вот ее устанавливаете. У меня на пересмирновком RSS-ленты нет, поэтому я убираю вот эту кнопку, и видите, вот эта вот часть у меня становится неактивной. Но где вы берете эту ссылку? Вы заходите на свою ленту, копируете вот эту вот ссылку и вставляете ее в активное в этом случае окно RSS-лента. Если у вас здесь, вы не знаете, подключен к вам iQuery или нет, к вашему сайту, значит, вот здесь вы не ставите никаких значков. Просто оставьте пустым эту часть. Дальше мы смотрим, как будут выглядеть ваши кнопочки. Вот каким образом они у меня будут выглядеть. Видите? То есть я здесь оставила кнопочку вверх и вот эти пять кнопочек, которые я решила здесь установить. Мы здесь можем нажать эту кнопку и получить этот готовый скрипт. Но прежде чем получить этот готовый скрипт, давайте мы с вами сделаем дополнительные действия. Вот для того, чтобы у нас скрипт был правильно настроен, нам нужно, чтобы вот эта часть у нас содержала наш адрес нашего сайта. Поэтому вот здесь, вот в пункте третьем, вот тут вот, мы должны написать адрес своего сайта. Пример нам будет показан вот здесь, чтобы мы не ошиблись. А здесь, как только мы поставим с вами курсор, у нас вот эта информация уйдет. Значит, смотрите, я пишу здесь com, я делаю слэш и пишу здесь share. Вот таким образом. Не забудьте поставить слэш в конце. Значит, после того, как вы здесь вот эту часть заполнили, у вас здесь вот в коде, который потом нам надо будет устанавливать, сразу же появляется название вашего сайта. Итак, теперь мы скачиваем готовый скрипт. После того, как этот скрипт скачался, вот наблюдайте, как он здесь у нас скачался, да, мы с вами идем в папку загрузки на своем компьютере. Вот я открываю эту папку, вот она загрузки, папка. Я вот этот архивированный пакет извлекаю в текущую папку. То есть текущая папка у меня загрузки получилась. Вот, посмотрите, сейчас пойдет процесс извлечения. Все, процесс извлечения прошел. По всей видимости, эта папка находится наверху. Вот она, эта папка. Вот теперь эту папку нам нужно с вами загрузить в корневую папку нашего сайта. Для этого мы открываем файзилу и соединяюсь со своим хостингом. После объединения с хостингом, я вот вижу здесь, видите, распакованную папку шейра 42, я нахожу свой сайт. Вот он, ирис.смирнов.com. Захожу в папку public.html и вот сюда это будет у нас с вами корневая папка. Вот она, наша корневая папка. Здесь у нас стоят все счетчики по Яндекс.Метрике. Google метрика стоит. Все вот эти вот, наш робот.txt, все вот эти пакеты, все эти файлы, они находятся здесь в этой корневой папке. Теперь наша задача с вами вот эту папку шейра 42 закачать на сервер. Прошла передача, и вот мы видим эту папку шейра 42 закачанную сюда. Все, работу с сервером мы с вами завершили. Теперь наша задача такая. Читаем. Распакуем архив, мы это сделали. Загрузили папку шейра 42 по FTP через панель управления хостингом, туда, куда надо. Указали, у нас указан, это путь до папки указан. Теперь наша задача пройти проверку вот по этой ссылке. Кликаем. Вот оно, содержимое этого пакета. Как только мы увидали содержимое пакета в папке шейра 42, это значит, что скрипт у нас установлен правильно. Мы выбрали наиболее подходящий тип сайта. WordPress у нас стоит. И теперь наша задача, вот этот код, вот он этот код, мы его копируем, установить в редактор нашего сайта. Внешний вид, редактор. Находим с вами файл, который называется header. Вот он, этот файл, заголовок. А теперь будьте внимательны. Вот посмотрите. Видите, у нас сам файл начинается открывающим тегом head и закрывающий тег head вот мы находим здесь. Видите, у нас перед словом стоит слэш, закрывающий, перед словом head, перед тегом head. Теперь сделаем здесь вводом пробел, значит, закрывающий тег head и открывающий тег body. Вот здесь в пробел между этими двумя тегами мы устанавливаем тот код, который скопировали. обновляем наш файл и выходим на сайт. И вот у нас появились кнопочки. Но теперь обратите внимание, вот они, эти кнопочки, видите, они прижаты у нас к краю браузера. Что мы должны с вами сделать, чтобы они отошли от этого края? Давайте вернемся обратно и посмотрим. Вот посмотрите, у нас здесь в этом коде есть несколько фраз. Вот одна фраза, показывающая, указывающая, что 150 пикселей – это величина сверху сайта, отступ от верха сайта при открытии сайта. То есть тогда, когда у нас браузер показывает весь хедер, собственно говоря, нашего сайта. Вот эта вот величина 20 пикселей – это отступ от верха экрана, тогда, когда наш сайт передвигается, опускается вверх и вниз. А вот эта вот часть, дата маржин, то есть маржа так называемая, она показывает отступ от края нашего экрана. Вот посмотрите, если у нас 0, значит, эти кнопочки прилеплены к левому краю экрана. Если вам нужно сдвинуть эти кнопочки еще левее, значит, вы будете обозначать здесь пиксели со знаком минус. Если вам нужно сдвинуть, то есть оторвать от края экрана ваши кнопочки, то вы здесь ставите просто цифру. Ну давайте сейчас мы поставим вот такую цифру 40 пикселей. И попробуем на 40 пикселей передвинуть кнопочки в правую сторону. Давайте теперь вот файл успешно изменен. Переходим опять на наш сайт. И видим, что наши кнопочки на 40 пикселей ушли в правую сторону. Вот таким образом. Так вот маловато. Видите, 20 пикселей у нас маловато здесь сверху, поэтому давайте вот 120 пикселей у нас здесь есть. Вот они, 120 пикселей. Давайте мы с вами вернемся. И вот эту вот часть, вот в этой части, вот здесь, 150, давайте вот здесь поставим единичку. Пусть у нас будет 120 пикселей. То есть вот для того, чтобы действительно установить кнопочки так, чтобы это было красиво, ваша задача немножечко поиграть вот с этими цифрами. Видите, вот теперь эти кнопочки стоят ровненько и хорошо. А вот когда я подхожу кверху, они, видите, немножечко снижаются вниз на 30 пикселей. То есть установлены они вот это расстояние, 150 пикселей, при начале экрана. А когда мы с вами начинаем двигать наш сайт, то они фиксируются на расстоянии 120 пикселей от экрана браузера. Все. Кнопочки мы с вами установили. Удачной работы и удачного продвижения. С вами была Смирнова Ирина. Всего доброго.